Их вся Россия, от Калининграда до Владивостока, увидит на телеэкранах уже этой осенью. Показать свою физическую силу, побывать. О, чё они тут на бред какой. Время, меня не волнует. Так, Наташа, мне сейчас... Согласитесь, глядя на эти кадры, сдержать улыбку весьма непросто. А всё потому, что в эфир подобные осечки, как правило, не попадают. Ведь этому способствует слаженная работа целой команды профессионалов. Ведущие, корреспонденты, операторы, монтажёры, редакторы. Все эти люди вносят неоценимый вклад в создание новостной программы. Каждый будний день мы работаем для вас. Для того, чтобы сделать качественный выпуск, должна участвовать вся команда. И у новостей есть одно главное правило. Новости должны выйти сегодня. И даже если что-то не получается, нужно собрать всю волю в кулак и действовать. Собрать волю в кулак и выложиться на все 100% – это наша первоочередная задача, и мы её выполняем. Кстати, если тебе, дорогой телезритель, от 14 до 17 лет, и ты хочешь уметь делать новости так же, как мы, то у нас есть для тебя важная информация. Наш телеканал совместно с отделом по делам молодёжи и молодёжным культурно-досуговым центром 8 июля запустит в школу юных журналистов «Новая смена». Будь уверен, мы научим тебя работе с текстом и соцсетями, поставим речь и расскажем, что такое интервью, монтаж и многое другое. «Новая смена» – это летний лагерь, где дети приходили получать знания непосредственно, и это всё дополнялось активными играми и теоретическими занятиями. Это не та площадка, которая проходит у нас в школах ежегодно, а дети получали знания. То есть они сначала лекционные знания получали, потом уже мы выходили на улицу и тут сталкивались с практическими занятиями, и в свободное время дети играли. Небольшая подсказка. Советую поторопиться, ведь количество мест ограничено. Заявки принимаются в Молодёжном культурно-досуговом центре по адресу Советский проспект 18. Навести справки вы можете по телефону, который указан на ваших экранах. Александр Иванов и Дмитрий Воронушкин. Новости Верхникаме.